Добрый вечер! 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 Я хочу сказать, что Китай и Беларусь хорошие друзья между нашими народами имеют традиционную дружбу. Добрый вечер! 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 народных песен. У администрации таких занятых витают, они лечат, что житье тут можно сделать еще больше разностранным. Проект отримал назву «Зеленая аптека». В его рамках запланованы целых широк мероприемств. На первый отриманный транш, например, набыли метаблок для господавших потреб. Наступным кроком повинна стать реконструкция цеплицы. В последний час она пришла в такий занепад, что начала уявлять реальную погрозу. Але уже в этом году тут планують начать выращивать Городнину, что в свою чергу дозволить не только отримать додатковый урожай для властной столовой, а и сделать житье больше разностранным, тем больше, что ответный опыт уже есть. Когда садили деревья в прошлом году, молоденькие саженцы, то многие вышли помогать и просто у них улучшилось настроение, что они скоро увидят эти свои плоды, своего труда, ждут, ухаживают за этими деревцами. Поэтому мы посмотрели, что они хотят быть активными, просто надо им дать, чем заняться. Увагуле сопротивление с международными организациями по реализации инициатив населенства в Ветковском районе активно началось в 2010-м. За минулый час и колодежи в парадах приводили. И сучасные в окна у школах ставили, чтобы дети не хворили. Головное выложить цикавую идею и доказать ее житевую необходимость. У Музея староверства и белорусских традиций в рамках программы Организации объединенных наций развития международной доследствии и информационной сетки по Чернобыле набыли сучасное мультимедийное обстреливание. За годы помогают теперь проводить экскурсии. Когда ранее об экспонатах рассказывал только экскурсовод, то теперь можно почуть еще и людей, яких называют носбитами культуры. Наш музей имеет опыт многолетний, опыт экспедиционной деятельности. И те сведения, все, что получали мы в деревнях и продолжаем получать, мы получаем от подлинных, настоящих людей, носителей традиций. И мы, когда вводим экскурсии, мы пользуемся этими сведениями, которые мы собрали. Но человек впечатляет, когда он слышит настоящую песню или настоящий рассказ о том, как это делалось. Олег Сентюров, Евген Матейнка, телерадо-компания «Гомель», Ветковский район. Намеснику директора музея по новуковой праце Владимиру Литвинову урушена медаль Франциска Скарыны. Соправдным профессионалом, человеком, який заявляется прикладом для молодых археологов, сострялся наш корреспондент Дмитрий Котов. По шукам соправдных каштовностей, які заховывая Гомельская земля, Владимир Литвинов захопился и еще в детинстве. Первые свои находки, будучи археолог, выявил у везцы городовка Чачирского района, где часто знаходился у родных подчас каникул. Самое интересное там в этой деревне было, это колоссальные меловые выходы. То есть там и мел добывали, там и карьеры были меловые. И началось с того, что, например, там, идя на рыбалку, то есть обычное юношеское занятие или детское занятие, да, значит, мы проходили через эти карьеры и находили какие-то куски, например, окаменевших раковин в милу или белемнитые знаменитые вот эти чертовые пальцы, значит, еще что-то. То есть вот появилось какое-то вот желание и интерес смотреть в землю. Почувствие находки завсёды наткняло у Владимира Литвинова и заставалося головным мотиватором у жизни. Однако не только это захватило займаться гисторией и археологией у приватности, так само привабливая махчимость постоянных стосунков с людьми. Вот это очень важно, я думаю, что в жизни любого человека, в жизни историка, который занимается исследованием тех или иных аспектов прошлого своего региона, очень важно, потому что вот сейчас вообще очень модно стало такое направление, как oral history, то есть это история, которая передается из уст в уста. Владимир Литвинов займается активной науково-доследшей працей, заявляется аутором шмат ликих публикаций. Некольки десятков помников каменного и бронзового периода, дякаючи его намаганиям, открыты и уведены у науковый оборот. Так само успеется достигнение у проведения раскопок на территории Гомельского парка, выники яких стали сенсацийными и корейным чином змянили представлений об старожитном городе. И он примал непосредный удел у створения и реконструкции экспозиции державных музеев нашей области. Даречи за свою амаль 40-годовую профессийную деятельность, Владимиром Адамовичем знойдено и передадено у музейные фонды коля 30 тысяч уникальных предметов и артефактов. Ёся род их и вельми каштовные. Это вислоя печать со знаком Рюриковичей, она хранится сейчас в фондах нашего музея. Это на тот момент это была первая вислоя печать со знаком Рюриковичей на территории всей Белоруссии. То есть вот это вот одна вещь. И почти сопавшая по времени еще одна такая вещь, ну просто удивительная. Это клад древнерусских шейных гривен, который был найден у поселка Козерок Будокошелевского района. Фантастическая тоже находка. Это один из крупнейших кладов именно шейных гривен на территории всей Восточной Европы. Владимир Литвинов заявляется добрым прикладом для молодых историков. А державная узнагорода, медаль Франциска Скарыны – доброе подтверждение его профессийных досягнений. Это больше, чем пример, потому что Вадим Адамович носитель такой информации очень важной, ценной, которых накапливалось годами. Он все прошел, можно так сказать, своими руками. Он знает не только о Дворцевом парке, о ансамбле все, начиная с земли и заканчивая крышей дворца. Также он знает вообще состояние истории культурных ценностей на всей территории Гомельской области. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». На протягу некоторых месяцев миллионы телеглядашоу сошлись за падениями, которые отбывались в популярном шоу «Танцы» на телеканале ТНТ. Зараз финалисты проекта находятся в великим гастрольным туры. У белорусского участка вошел город «Гомель». Наши корреспонденты сострелились с удельниками шоу. У минулым засталися складанные кастинги и выпрабывания. Зараз яны уже кумиры миллионов, а телевизийные эфиры изменили на концертные пляцовки. Финалисты и удельники популярного шоу «Танцы» отправились в великий гастрольный тур. В его рамках артисты проставили гомельчанам один концерт. Мы с утра уже гуляем, гуляли в парке. К сожалению, ничего не работает, ни аттракционов. Мы нашли тир, постреляли в тире, пошли на улицу Советская у вас погуляли, сходили и в кафе. На встречу с гомельскими прихильниками приехали Александр Волков, Юлиана Бухольц, Ганна Тихая. А вот дуэт сесер Михаилец, на жаль, прибыл не в полном составе. Мы работаем, к сожалению, Настя получила на одном из концертов травму, развив связок, и она сейчас не может участвовать физически, но она очень хочется, ей уже снится, как она ходит, как она танцует, и мы еще не можем ее пустить на сцену, дабы не усугубить обстановку. У концертную программу, которую танцоры презентовали у Гомеля увошли лепшие номеры другого сезона проекта. А подчас размовы с журналистами артысты делились своими думками на конд танцев. На удивление, самыми результативными танцорами становятся не те, у кого больше получается, быстрее схватывают движение, а наоборот, те, кто испытывает наибольшее сопротивление. Потому что в первые периоды, так скажем, становления танца, они воспитывают в себе главное – умение бороться с препятствиями. Великое интервью с участниками проекта «Танцы» глядите в одном из выпусков программы «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4». Александр Лупиненко, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». На этом поколюсе у студии працавала Маргарита Швукова. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова